Здравствуйте, мои дорогие! В эфире Солнечная Индия. Меня зовут Людмила и я приглашаю вас в гости на канал Индия, какую вы не видели. В прошлом видео я вам показывала, как мы украшали двор, готовились к Дивале, как мы петардами баловались. То есть у нас много было зрелищ, а помимо зрелищ, хочется и хлеба. Вы посмотрите на мою хозяюшку. 11 часов ночи, ну сейчас 11, было 10, когда мы закончили там праздновать Дивали. И они сказали, что мы ничего не будем. Папа там фрукты собирался кушать, а я у меня вот есть, видите, что я беру кулак для Сюзанночки, 6 месяцев назад мне привезли. Остала почистить. А, нет, подожди, потому что если останется, все замуж. А, да, да, да. Пока не надо, не убирай. Это мне 6 месяцев назад привезли с Украины, из Харькова. Вот, я держала, пока приедет мой ребенок. Я достала из морозилки, начала размораживать, вон там масло выложила, посмотрите, чтобы это... Потом хотела чиз, гарлик, брэд сделать. Пока я тут делала... А, еще салат винегрет, Сюзанночка заказывала. Пока я тут этим занималась, Сюзанна прибегает, мам, не делай из хлеба ничего. Вон какой-то салат, что там, чатни? А, тут салат есть. Ну, этот салат не надо есть. Почему? Ну, там мало ли как его мыли, не мыли. Ну, это грани, да, дырли, да. Ну и что, Сюзанна, вот это только открой. Это же тоже сырое бывает. Ну, тоже сырое, ну, не знаю. Так, у нас там где-то ложечки. Вот, и вот, ребенок заказал, только несколько ресторанов были открыты, еще третий, ну, я третий возьму. Несколько ресторанов были открыты, вот, и она заказала, вот, чикантика, это как шашлычки. Вот, несу. Видите, у нас тут при свечах. Сейчас я красиво расставлю. Вот, посмотрите на наш стол. Чиканчили. Это чиканчили, ну, курица, курица по-китайски с перцем. Это у нас сыр по-китайски, как адыгейский сыр. Здесь у нас орешки, кишью, перцы и в соли. Здесь у нас кэндллайт диннер, свечечки. Здесь у нас такие шашлычки. Вот здесь винегрет я сделала. Это моя еда, это у меня. И моя. Это икра кабачковая, заморская. Раз мы не стали есть икру красную, оставили на завтра. Вот, и посмотрите, у нас сегодня свет настроения синий. Мы все в синем. Тарелки синие. Да, все в синем. Все у нас салатницы синие. И мы сами синие. Мы сами синие, посинели мы. Посинели. И вот у нас тоже тут свечки. Сегодня же как-никак девали. Тоже синие. А вот здесь мама-папа. Посмотрите. Похоже? Я и субрат. Вот субрат, вот я. Я думаю, вы не перепутаете. Я тоже думаю. Я тоже синяя. Вот так. Я тоже синяя, видите? Гученька бедненький наш сегодня боялся. Гутюня! Посмотрите, вот Гутюня. И не кушал. Опять он у нас не ест. Боится, наверное, от стресса. Там уже ошметки, наверное. Там уже, наверное, ничего не осталось. Там осадок, наверное, уже. Ну, вообще-то, открытое вино нельзя так долго содержать. Надо им в холодильник. Это долго сидели, которые тогда открывали сюда. Ну да, одно вот это вино. Меня муж обижает. Налил Сюзане виски. Налил себе виски. А я сижу на сухой. Ну ты же не пьешь у нас. Ты же у нас правильный человек. Они неправильные. Давайте, давайте мне комплименты. Да, только кушают до двух часов ночью. Она продолжает кушать. Кат-кат-кат-кат. Позорят меня тут вовсю. И мне не наливают ничего, сидят. Говорят, ты же не пьешь. Ну вот нашли там остатки вина. Положили мне 50 кусков льда. Полстакана воды. И сказали, пей. Теперь оно видно, что один глаз. Нет, я водку положу, тогда еще лучше вливать. Он говорит, давайте водкой разбавлю в вино. Или виски. Вот никогда не думает. Когда себе покупают виски, мне про вино не забываешь, да? А пока сейчас уже продается. Продается, хотя бы сурик. Продается, конечно. Это же все белайское. Нет, раньше я помню, у вас вино не продавалось. Нет, тут не было раньше. Сузанна нам ставит какой-то сирот. Так, давайте есть. Я вообще-то сказала, я все сфотографировал. Видите, уже у нас сколько? 11. Сейчас я вам покажу. 11.0. Это нам пока принесли. Подождите, это сколько? А, 11.0.7. Ну и скоро она будет рыжиться. Кстати-то, да, через час у нас все зоны. Нет, через час. Через час. Через час. А, вообще-то она, да, в 3.07 она у меня родилась. Ну вот, я, короче, вам сфотографировала, показала. Теперь мы сейчас позовем доставщика, отдадим обратно. Что? Еду. Хватит уже. Сфотографировала. Мы понюхали. Да, они у меня же сказали, они мне едят ночью, они ничего не собирались есть. Вот, ну и это. Но мы же понюхали. Вот, понюхали. Ну, сфотографироваться можно. Или это, сейчас все запакую, завтра будем есть. Да. Экономить. Можете кушать. Наконец-то. Наконец-то. Не дают ни поесть, ни выпить. Как я вам сказала, меньше часа осталось до дня рождения Сюзанночки. Весь вечер мой муж звонил в ресторан, чтобы зарезервировать столики. Но никто не поднимал трубку. Боюсь, что девали. И поэтому не работает ресторан сегодня. Надеемся, что завтра ресторан будет работать. Потому что мы на приглашали 16 человек гостей. Ну, а пока давайте посмотрим фотографии. Казалось, совсем недавно я была молодая, а Сюзанночка была вот такой крохой. Здесь их где-то 2-2,5 месяца. Но шло время, и когда ей исполнилось 9 месяцев, я отправилась домой к родителям, в город Запорожье. И там мы прожили больше года. Посмотрите, какие мы уже большие стали. То есть тут Сюзанночки где-то год и 9, буквально перед самым отъездом назад в Индию. Эти фото делал мой папа. Он всегда увлекался фотографией. И он также с мамой познакомился в городе Ялте, когда они отдыхали там. Он фотографировал мою мамочку и попросил адрес, чтобы прислать фотографии. Ну и потом, в конце концов, приехал и сам. Причем папа не только фотографировал, но и, конечно же, проявлял, сделал фотографии. Печатал фото. Ну, а это вот гордый папашка. Посмотрите на его выражение лица. А Сюзанна что-то от него отвернулась. Как я и говорю, совсем недавно, мне кажется, она была такой маленькой, такой хорошенькой. А теперь она уже взрослая девушка. Посмотрите, какие они с папой тут симпатичные. Это фотография, наверное, когда Сюзанночка уже заканчивала школу. Это фото совсем еще маленькая Сюзанна. Здесь я не знаю, может быть, ей вообще тут месяца полтора. Просто нам захотелось посмотреть на фотографии, на наши старые фотографии. И вот как-то так мы увлеклись, и я решила вам их сфотографировать и вставить в это видео. Ну, если вам не интересно, конечно, можете перемотать. Так, ну а дальше сейчас это папа делал тоже фотографию. Он вырезал из открытки, видите, такое отверстие, и туда вставила. Сюзанночку я после ванной, после купания выносила. Вот тоже у меня затылок чешет девушка моя. Это тоже у родителей, когда мы были перед отъездом в Индию. Кстати, вот все платьица, все ее наряды я шила. Ну, сама всегда практически. Практически все ее наряды я шила, кроме тех, которые там, может быть, нам дарили. А это вот моя хозяюшка в фартушке. Она пришла готовить нам еду. Вот она влезла. Самовар ставит. Это все мы снимали у родителей моих в квартире. Ну вот, еда готова, можно и пообедать. Это, конечно, она позирует. Вообще-то, она у меня кушала очень даже плохо. У меня были тут все книжки, заляпаны кашками. Читала ей сказки и кормила. И о чем же она так задумалась? О чем она мечтает? Посмотрите, как она сложила ручки. Мой золотой ангелочек. Ну, наверное, для всех мам. Их дети, как ангелы. Мой золотой ангел. Мой золотой ангел. Мой аре дай. Мой золотой ранг. Новие дороги. Житая ангел. Ну вот, почти что модель. Ну а это мы летаем с дедушкой. Это мои родители, мамочка с папочкой и их любимая внучка. А это я уже вернулась в Индию, мы в нашем парке. Ну а это уже герои нашего времени. Папина дочечка, посмотрите как они похожи. А это наше святое семейство в Питере. Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подпишитесь пожалуйста Вам это не трудно, мне будет очень и очень приятно